Не хочется грузить тебя вопросами по забастовке, но все-таки интересно твое мнение. Что это за такое, откуда взялась эта идея? Твое мнение, что прежде всего это нужно спрашивать у инициатора этой всей движухи, а не мне отдуваться за него. Но были какие-то причины. Наверное, хотелось выстрелить, хотелось показать свое лидерство, но, как мы видим, его мы сегодня не видим, у этого лидера. Он вчера в эфире Белсата сказал, что за его плечами есть огромная поддержка тысяч миллионов людей, тоже каких-то лидеров оппозиционных из старой оппозиции, назвал в том числе и Санникова Андрея. Почему-то штаб Светланы Тихановской, рабочий рух не поддержал эту забастовку. Почему вы ее не поддержали? Так все очевидно, потому что каких-либо предпосылок серьезных, которые действительно побудили бы белорусов массово выйти на забастовку, нет. В тюрьмах находится более тысячи человек по политически мотивированным уголовным делам. То есть тысячи выехали за границу. Это на людей не действует. Мы уже проходили это в прошлом октябре, год назад и в августе. Получается, что единственное, что может побудить сейчас белорусов выйти, то есть не выйти на работу, это экономическая предпосылка. И снова же мы возвращаемся к тому, что в Беларуси в этом году происходит так называемое экономическое чудо. То есть все при зарплатах, как минимум тех, которые были год назад, а в некоторых предприятиях они даже и увеличились. Поэтому белорусы не голодные, не озлобленные, виллы они не возьмут, в лес не пойдут. Соответственно, экономической предпосылки тоже нет. Но давайте не исключать, что она когда-то будет, даже может в ближайшее время, когда начнут действовать серьезные секторальные санкции, в том числе американские против Беларусь-Калия. Но пока что как есть, так есть. Надо быть реалистами и честными перед самим собой. Я правильно понимаю, что с скептицизмом отношения к первоноябрьскому забастовке, точнее первоноябрьской, неужели только экономика? Вот на мой взгляд, да и на взгляд многих людей, насколько я знаю, в принципе, то, что произошло в 2020 году, произошло в том числе и из-за ситуации с ковидом, и реакции государства, власти на ковид. Сейчас ситуация вроде как еще хуже. Почему это не может стать триггером для забастовки? Почему это не может быть темой? Или может все-таки? Мне кажется, вообще в Беларуси может быть все, что угодно, когда угодно, и это нам продемонстрировало безумие Синепалова, да, то есть посадить самолет, там, не знаю, кинуть тысячи мигрантов к границам. Что будет завтра, неизвестно, может там от дельташтамма коронавируса очередного он скончается, и действительно, 1 ноября все будут праздновать, не знаю, победу, его смерть, и в стране закончится шампанское, и, естественно, забастовка произойдет. Глеб, вот как ты считаешь, почему вдруг Сергей стал отказываться от комментариев на тему забастовки? На мой счет, человек все-таки должен отвечать, если он организовал такое масштабное мероприятие. Скажем так, не получается, что не все люди умеют отвечать за свои слова. Вот и все, как бы, вешать на него ярлыки, ну, пусть решают люди, как бы, но этим поведением все сказано, и мне кажется, не кажется, я даже уверен глубоко, что это не поведение лидера белорусского объединения рабочих, или, там, не знаю, забастовочного движения в Беларуси, как бы, возможно, он не ожидал, что наша реакция будет таковой, жесткой и прямой. Почему-то обиделся, что мы его не поддержали, ну, извините, как мы должны поддержать человека, который нас элементарно даже просто, там, не предупредил, не говоря уже о каких-то там согласованиях, ну, так с партнерами не поступают, а обижаться на то, что ты кого-то кинул, а тебя потом выставили в том свете, в котором ты, как бы, есть, ну, не солидно это, не по-джентльменски. Вот, Глеб, сегодня в 19.00 был созвон со штабами на тему забастовки, к какому мнению пришли, о чем говорили, можно ли рассказать в нашем эфире? К сожалению, был занят на другом мероприятии, посвященном ночи расстрелянных поэтов, и не совсем в курсе, что там происходило, посмотрю вот уже после нашего стрима, но краем глаза зацепил, да, оговаривали, да, осуждали на тему того, когда все же возможно забастовка, нужно ли эту повестку держать, и, конечно, никто от этой идеи не отказывался и не отказывается, но всему свое время, и мне бы тоже хотелось, не знаю, чтобы там вчера она состоялась, или вчера там режим упал, но как есть, так есть. То, что сейчас происходит, вот это вот разногласие, да, которое причем еще и вынесено на люди, но оно же наверняка как-то очень плохо повлияет на общее отношение вообще ко всем движениям, да, рабочих, не только Бору, но и вообще ко всем, потому что если нету единства, способности договариваться даже внутри, то, ну, о чем говорить? Действительно, ты прав, Илья, но есть хорошая пословица, да, не выносить ссор избы, но если этот ссор не выносить, то изба превратится в помойку. И действительно, этот конфликт существовал очень давно, и мы действительно пытались неоднократно связаться с Сергеем, поговорить с ним, расставить все точки нды, но это просто заканчивалось обычным, как говорят в народе, кидаловым, там он не приходил на встречу или не выполнял свои обещания. И, то есть, мы действительно не хотели выносить определенное время этот ссор из избы, просто молчали, но вот это его выходка, то есть уже была последней каплей, извините, но 13 наших товарищей сейчас находятся за решеткой, им грозит тюремный срок до 15 лет за какую-то там непонятную госизмену. И если кто-то там думает, что рабочий рух не работает, да, и работы его не видно, ну, пожалуйста, вот реакция Синепалова на то, что мы делали. И я уже, пользуясь случаем, хотел бы действительно назвать имена этих политзаключенных. Это Анна Блак, это Игорь Минц, Сергей Дзюба, Максим Сакович, Владимир Журавкой, Сергей Пагирилла, ой, Андрей Пагирилла, Сергей Шелест, Валентин Сиреневич, Александр Гашников, Светлана Зыль, Дмитрий Елисеев и Наталья Белобехова. И если можете, поддержите их, пожалуйста, на сайте Байсол, поддержите их семьи вашей элептой или напишите письмо политзаключенных. Если вдруг так происходит, хоть я понимаю, что ты со скептицем к этому относишься, что 1 числа какое-то количество, какой-то процент, пусть даже небольшое, 2% рабочих страны выходит в страйк, как будет действовать рабочий рух? Так же гнуть свою линию или все-таки тогда скажут, все, ребята, мобилизуемся? Мы вообще как бы никому никогда и не запрещали, не запрещаем действовать так, как им хочется. То есть рабочий рух – это же не какой-то там польский пан, да, который стоит с пугой и машет и говорит кому, как и чего делать. Люди все взрослые, люди все видят и все понимают, но еще раз повторю, ну просто нужно быть честными прежде всего с самим собой и не вестись на какие-то громкие заявления, тем более если люди со скепсисом ставятся к лидерам, которые там уехали, были вынуждены уехать. Но я, честно скажу, я общался со своими товарищами, которые остались в Беларусь-Калии, и, скажем так, 10 из 10 сказали, что вообще мы впервые это слышим. Кто-то сказал, что покрутил пальцем у виска, какая забастовка у нас тут. Скоро работы не будет из-за санкций, так мы как раз вот эти вот последние месяцы и будем дорабатывать, чтобы хоть отложить вот эти на черные дни. Тут у нас уже зрители немножечко негодуют на тему работы рабочего руха. Страйк должен быть и от руха, они же ждут якобы триггера какого-то, тошнит от обещаний, полгода уже тянут, и тот же человек продолжает тему о том, что с марта рух и ждать неких уникальных виртуальных стачечников – бред, результатов нет. За что я сидел? Как вот ты можешь прокомментировать? Ну, за что я не знаю. Я уехал из Беларуси, я проявил свою гражданскую позицию в августе 2020 года, и теперь нахожусь за границей, и был уволен, и лишился очень хорошего места в Беларусь-Калии. Каждый сделал выбор, и извините, тогда предпосылок и триггер был мощнейший, но через два дня люди вернулись на работу. Если кто-то не несет ответственности, не чувствует ответственности за тех, кто остался в Беларуси, ну, пускай он дальше разбрасывается вот этими громкими обещаниями. Но мы чувствуем эту ответственность, поэтому мы не можем призывать людей, потому что люди отвернутся. Ну, если кому-то не хочется больше ждать, пожалуйста, вперед, можно взять вилы, не знаю, что еще, и считать режим. Но если вы единично хотите выходить в стачку, попасть под каток репрессий, в лучшем случае, не знаю, там, остаться без работы и уехать за границу, как сотни людей, которые это сделали в августе и в октябре, то, ну, пожалуйста, прежде всего должна быть трезвая голова и холодный ум. А ждать нам всем надоело. Ну, к сожалению, сейчас у нас есть такой ресурс, как время. И, не знаю, хорошо или плохо, сравниваясь там с той же Польшей, времен солидарности у них заняло там 8 или 9 лет. Я хочу, чтобы это произошло, еще раз повторю, чтобы вчера это получилось. Ну, не получилось этого и не получится это первого числа. У нас сегодня должен был быть также и Сергей Идалевский. К сожалению, он не смог подключиться, в последний момент отказался. И вот вчера я смотрела эфиры на Белсати, он заявил, что вы один из тех, кто поддерживает забастовку 1 ноября. Поделитесь с нами, с нашими зрителями, почему. Идею забастовки ставить 1 ноября. Я считаю, что те требования, которые рабочие, в частности, Далевский, его инициативная группа выдвинула в конце августа, предзабастовочные требования, я полностью под каждым пунктом подписываюсь, кроме, может быть, популистских пунктов. В частности, я поддерживаю всецело требования освобождения политзаключенных, требования защиты населения от ковид, требования проведения новых выборов президента и парламента. Если действовать сейчас по сценарию власти, который власть задает повестку, то можно сидеть еще 5 лет, можно до 2050 года сидеть. Если навязывать власть в свою повестку, ситуация будет меняться. Я вам просто приведу примеры Армении, когда в Армении случались некоторые события, в частности, например, ситуация в Карабахе. Население не стало ждать какой-то подготовки. Вечером за пару часов народ выбежал и начал действовать. Ситуация 2013 года, напомню, в Киеве, после известного избиения нескольких молодых ребят, к чему привела, прекрасно помнить. Ну и много других эпизодов. Можно десятилетиями готовить планы, готовить и так далее. Некоторые партии оппозиционные старой волны, 25 лет у власти находились, лидеры оппозиции, и они готовили какие-то перемены. Я считаю, что надо действовать активными методами, а не забалтыванием. Поэтому я поддержал эту идею, и именно сейчас я ее поддерживаю с точки зрения той катастрофической ситуации, которая складывается в Беларуси в связи с коронавирусной инфекцией. Мне сегодня звонили из моего родного слонима. Там каждый день хоронят 5 человек от ковид. 5 человек в городе с населением, 50 тысяч человек. Теперь сделать корреляцию на всю республику. Минимум 500 человек по всей стране ежедневно умирают от ковид. И эта ситуация катастрофическая, реально складывается. Поэтому я считаю, что оптимальная сейчас ситуация для того, чтобы граждане просто оставались дома. С 1 ноября в стране начинаются школьные каникулы. Родители, если вот кто слушает, побудьте своими детьми, как минимум. Это будет, во-первых, защита населения, в первую очередь. На это надо сегодня делать акцент. Во-вторых, я считаю, что навязывая власти свою повестку таким образом, абсолютно безопасным методом, способом, действительно можно добиваться уступок определенных. Но можно ждать, собирать какие-то базы и так далее. И там ждать чего-то, какого-то счастья прибудет, какой-то триггер ждать и так далее. И триггер, знаете, он может спонтанно родиться. Поэтому я считаю, что здесь необходимо все-таки всем, кто влияет эту точку зрения каким-то образом и верит, и видит, что это для него безопасно, в этом эту идею поддерживать. Я не вижу здесь никакой опасности, я не вижу здесь никакого-то раскола. Но если кто-то видит раскол, это их право. И я считаю, что здесь должна быть позиция, направленная именно на скорейшее завершение политического кризиса. А без давления на режим Лукашенко этот кризис будет затянут на долгие-долгие годы. Дмитрий, так никто же не спорит, что нужно ускорить этот процесс, не ждать десятилетиями. Это все правильно, я согласна. Но тут речь идет о том, почему не было диалогов между Демсилами. Даже сегодня Сергей не согласился выйти на созвон с штабом Тихановской. Вот интересует, почему нет вот этой согласованности? Какая-то разрозненность идет сейчас. Я не участвовал в этих диалогах, меня никогда туда никто не звал, поэтому я здесь не могу ничего прокомментировать. Я только слышал, что там были разного рода диалоги между разными структурами. Это вопрос тем, кто занимается этими движениями. Но вопрос даже не в структурах. Вот в данной ситуации я считаю, что если идею граждане разделяют, то они могут и без лидеров, и без структуры это дело поддерживать. Поэтому здесь вопрос не стоит в том, кто там с кем какие диалоги ведет. Я считаю, что выносить СОРС-СБ в текущей ситуации неправильно, в уличное пространство. И обсуждать такого рода дискуссии необходимо в закрытых режимах, а не в каком-то стриме, в чатах и так далее. Если у кого-то есть какие-то друг к другу взаимные претензии и так далее, то их необходимо решать все-таки в частном порядке. Я имею в виду какие-то споры, которые там в СМИ появляются. Но это моя позиция. Я считаю, что все-таки некорректно отправлять тем или иным силам какие-то, может быть, не совсем хорошие оценки. Получается, что борьба переключается с фронта борьбы с режимом Лукашенко на какие-то взаимные упреки. Вот это совершенно недопустимо. Если это те, кто это делает, либо они провокаторы сознательные, либо они просто, извините говоря, не совсем понимают. Глеб, может, ты хочешь что-то добавить? Нет, я услышал позицию Дмитрия. Хочу к вам как к политологу обратиться. Ну, раз мы уже затронули эту тему, как это отразится на восприятии, восприятии людьми и рабочего руху, и Белорусское объединение рабочих, и, в принципе, вот этого объявления забастовки первого числа. На ваш взгляд, то, что вылез вот этот вот ссор из СБ, он не сольет все вообще полностью? Он остался в Твитте, в Телеграме. Дальше в Телеграм он не вышел. И отдельных чатиков. Вот серьезно я вам говорю. Вы погуглите и по поисковым запросам посмотрите. Общество не живет этими спорами. Общество живет в текущей обстановке в стране. Общество думает, как выжить в текущей ситуации, каким образом защитить себя, своей семьей, как себя прокормить, и как не попасть под журновой репрессии. Вот о чем сегодня думают люди, а не о том, кто кому какие-то претензии предъявляет. И ключевое здесь слово забастовка, а не название каких-то организаций или структур. Вот об этом нужно думать. Потому что все эти споры, это все абсолютно мелочно. И реально вот те, кто живет в Телеграме и думает, что вот все, написал какой-то пост, кому-то выразил какую-то поддержку, все, теперь это там разошлось каким-то тиражем. Не разошлось и не разойдется. Поэтому надо все-таки превосходить какие-то личные амбиции, может быть, обиды и так далее, быть выше этого. И тогда это будет действительно та позиция, которая будет конструктивная. И вот об этом нужно говорить. Если кто-то что-то не поддерживает, не надо об этом выскакивать в эфир и со всех утюгов об этом говорить. Вот это, мне кажется, не совсем конструктивно в такой ситуации вносить именно такой раскол. Раскол расколом. Ну вот Сергей, например, Далевский сегодня на Харте 97 заявил, что даже бывшие сотрудники милиции Белоруссии предлагали ему деньги за то, чтобы он отменил забастовку. Вот очень интересное заявление. Вот кто-то из вас может его прокомментировать. Я знаю об этом эпизоде. И если Сергей считает необходимым, он скажет, кто это был. Но я не буду это публиковать. Ну мне просто нам, наверное, и нашим зрителям было бы интересно послушать ваш комментарий на этот счет. То есть зачем? Насколько это реалистично вообще? И, не знаю, возможно ли отменить забастовку, заплатив просто Далевскому деньги? Ну, те люди, которые им предлагали деньги, в марте месяце мне вирус присылали. Я вам так скажу. Они находятся в Варшаве. Больше комментировать не буду. Хорошо. Глеб, что ты можешь сказать на этот счет? Да, я соглашусь с Дмитрием, что на это должен отвечать Сергей. Но Сергея сегодня нет. Вот и все. Сергей не должен ни за что отвечать. Сергей выразил позицию так же, как его выражают. Могут выражать другие любые лидеры мнений и так далее. И в этой ситуации здесь вопрос не в том, кто кого поддерживает. В том, что я считаю, что ситуация, которая именно сейчас сложилась из-за ковида, она должна все-таки консолидировать нацию. Ну, слушайте, десятки и сотни жертв каждый день. Сколько еще трупов нужно, чтобы кто-то с кем-то договорился и к чему-то пришел. Кто-то должен брать на себя ответственность. Если бы политики в мае месяце готовили какие-то выборы президентские, то, поверьте, не было бы вообще ни одного кандидата в президенты с заявками. У меня было бы ни Бабарико, ни Цепкало, ни Тихановского. Потому что никто не имел никаких штабов. Если кто-то готовил, то это делалось абсолютно подпольно. Если бы не готовили эти штабы, то, поверьте, что они бы сели еще за несколько дней до момента того, когда бы что-то было объявлено. Поэтому в этой ситуации спонтанное решение иногда может быть и правильное. И надо все-таки повестку свою навязывать режиму, а не ждать, что кто-то какие-то триггеры придумает. И поверьте мне, что эта позиция в любом случае, она дает людям веру и надежду, а не какие-то рассуждения и пессимизм. Что вот... Нет, постоянно... Сейчас меньше, но вот осенью регулярно по 10-15 сообщений приходило с разных абсолютно городов. Но я надеюсь, что это были не боты, а настоящие граждане, живые люди. Они писали просьбы усилить санкции против режима. Я спрашивал, если вы санкции требуете, вы же понимаете, что это длительный период их начала действия. Ну вот забастовка — это самый реальный способ, если вы хотите влиять на любое решение в своем коллективе, еще где-либо. Объявляйте забастовку. Вот, например, на днях в Тбилиси уволили директора школы по политическим мотивам. Что вы думаете? Учителя, вот СМИ пишут, учителя по всему городу, в Тбилиси, в столице Грузии, объявили стачку. Ни с кем не согласовывая. Раз и объявили. В Харькове студенты, там, какая-то у них была проблема. Пожалуйста, объявили стачку из-за каких-то там ковид-мер. Это ситуация рабочая. Поверьте, что никогда не выйдет там даже в подготовленном варианте там какой-то, не знаю, 5 миллионов человек в стачку. Ну, это очевидно, что глупости выйдет. Критическая какая-то может быть масса в какой-то момент. И все с маленького начинается. Поймите, что стачки, которые были в 905 году, они ведь тоже были разные по масштабам, по разным городам шли, в разное время проходили, но не достигли своей цели, достигли своей цели. Поэтому один день, знаете, может сыграть роль, а может быть это длительная значка. Я считаю, что в этой ситуации, которая сейчас сложилась, 1 ноября, хотя бы на неделю, на две, чтобы граждане ушли просто на самоизоляцию для своей собственной защиты от пандемии ковид. Потому что Лукашенко сегодня провалил всю кампанию по защите населения. Он повторяет те же ошибки, которые повторил весной прошлого года. Тогда Беларусь за прошлый год по разным оценкам потеряла около 40 тысяч человек. Это катастрофические цифры, потому что те расхождения, которые есть статистики по превышению смертности. Ну, хотя бы вот по этому поводу давайте попробуем, чтобы население само себя защитило. Я вам скажу, что у меня много даже знакомых, которые в Беларуси, они пишут, что они реально боятся в магазин пойти, стараются максимально защититься, особенно если в возрасте люди находятся, потому что реально боятся подцепить эту заразу. И в этой ситуации, конечно, надо делать все максимальное для защиты. Те 50 или какие-то 100 долларов, которые могут надбавку какую-то, дать премию или угрозу какую-то, они не стоят человеческих жизней. И вот на это нужно обращать очень серьезное внимание.